Кто это у нас тут? Это маленький мохнатый клубочек. Да. Алиса целыми днями спит. А что еще делать, когда такая погода? Снег лепит. Уже, наверное, вторую неделю. Но сегодня хотя бы солнечно. Да. Я смотрю Коломбо. И вот наша погода. Солнечная, морозная. Сейчас хотя бы снег не лепит, а ночью и вечером постоянно снег. Уже вторую неделю. Конечно, надо радоваться, но, извините, уже скоро весна. А в Новый год был голый асфальт. Клубочек. Ну, опять мешают спать. Пока я тут шью. На кровати приходится кроить. Места нет. Сейчас перестановка мебели. Алиска там отдыхает. Я тут на кровати к краю. Подбираю куски. Обнаружила, что синтепона у меня не хватает. Вот, в общем. Фух. Надо доделать уже. Долго. Делаю. Привет, друзья. У нас уже новый день. Хотела вам показать. Не помню. Вот эту книгу, по-моему, показывала. Только название не сказала. Охота на бабочек. Брала в фикс прайсе. Уже практически дочитала. Вон, видите, где закладка. Легко читается. Быстро. Мне очень понравилась вообще вот эта серия. И сейчас покажу. Я еще взяла новые книги. Это в твердом переплете стоило мне 100 рублей. Ну, 99. Вот. И, в общем-то, одна девушка, подписчица, мне писала... К сожалению, не помню ник, имя. Потом в обзоре... Может быть, еще упомяну ее. Она, в общем, сказала, что вот та предыдущая книга, которая читала «Сновидение», она... Там очень откровенные сцены. Ну, я вам скажу, что, во-первых, на той книге есть значок 18+. Вот. На этой, к сожалению, нет. Но я вам скажу, что эта книга куда более откровенная, чем та. Там всего пара сцен таких вот резко откровенных. Здесь откровенность просто на каждом шагу. На каждой странице. Так что... Так вот. Кстати, ссылочки на все книги будут в описании. Если интересно, проходите. Может быть, тоже приобретете. В... В лабиринте. Вот. Вот эти книжки тоже брала я в фикс-прайсе. Они тоже есть на лабиринте. Так что ссылочки на них оставлю. Значит, они мне были по 50 рублей. Имитация Нора Робертс. Я просто не глядя увидела и взяла. Еще увидела вот такую вот Сьюзен Льюис. Она тоже вроде пишет «Детективы». И вот «Тайная жизнь Софи» и «Не выходи из дома». Такие новые книжечки. Ой, я вам скажу, я подсела на эту Нора Робертс. Ну, что-то вообще мама мне сказала, что, возможно, у нас вообще есть вся она. То есть, там что-то есть на даче. Она точно не помнит. Надо вообще посмотреть. То есть, видимо, если у нас есть вся коллекция Нора Робертс, то я зря трячу деньги. Вот. Но посмотрим это летом. Проверим. Вот. И вообще, я, кстати, узнала интересный факт про автора. Вот эта вот женщина Нора Робертс. Она вроде как детектив сама. И вот эти книги про Еву Далласа. Она пишет как бы про себя. Вот. То есть, у нее героиня. Вот эта Ева Далласа. Это она сама. Вот. Я еще информацию поищу. И потом вам расскажу в обзоре в отчете о прочитанном. Будет такое лирическое отступление. Вот. Кстати, хочу показать, что в таком состоянии у меня лилии. Я их все уже обрезала. И три, по-моему, да, здесь получается пять. Да, три я уже выкопала. И вот эти они тоже уже на стадии выкапывания. Просто жду, что вот эти вот палочки немножко подсохнут. Вот. Те, которые подсохли, вот эти вот подписанные, я их переложу. Выкопаю на днях. Ой, смотрите, что у нас там. Да. Помните, как Лужков как-то сказал? Снег у нас выпадает всегда очень неожиданно в Москве. И зима тоже, она приходит неожиданно. Чего они делают? И почему именно в этом месте? Что нельзя в другом месте снег убирать? Что за люди? Ну так вот, в общем, я жду, когда черенки подсохнут чуть-чуть, как вот здесь вот. И уже уберу их. Здесь я как бы смотрю, вот что палочка, тянешь за нее, она вытаскивалась. Пока вот они не вытаскиваются. Те, что вытаскивались, я уже выкопала. Выкопала. Ну, вытащила из горшка и убрала в холодильник, в опилке с небольшим количеством земли. Вот. В пакетик с дырочками. Так что вот так вот пока. Привет, друзья. Представляете, села снимать для вас видео и вдруг звонок в дверь. Кто там может быть? И там пришел курьер. И принес мне вот такую посылочку. Давайте ее сейчас вместе распакуем и посмотрим, что уже там пришло. Я ее уже открыла. И тут коробочка. Я, в принципе, уже подозреваю, что. Но вам же тоже интересно. Так что вот давайте ее откроем. Так, так, так. Таинство, таинство. Упакована хорошо. Хорошая коробочка. Такая пригодится мне еще в будущем. Вау. И тут у меня косметика. Мне прислали на обзор косметику. И давайте с вами посмотрим, что тут. Первое, что я достаю, это кондиционер для волос, восстанавливающий для поврежденных волос. От компании НАТО КОСМЕТИК. Я, естественно, отдельно еще сделаю обзор. Так что вся информация об этой фирме будет в отдельном видео. Вот такой флакончик. Что интересно, ну, то есть здесь никаких сверхнеобычных этикеток нету. То есть просто обычная черно-белая этикетка. И написано название. И сзади такая же этикетка с содержимым. Составом. То есть, ну, тут адрес, название фирмы. Состав весь натуральный. Да. Вот такой кондиционер. Буду пробовать. Флакончик такой зеленоватый. Поэтому, наверное, состав белый. Так. Другой. Тоже по объему такой же. Флакончик. Объем здесь не написан. Да. Ну, наверное, где-то миллилитров сто. Может, чуть побольше. Это у нас молочко для тела. Увлажняющее для чувствительной и сухой кожи. Вот. Буду все пробовать. И еще один. Маленький такой миленький флакончик. Это маска для лица оливковая. Для чувствительной и сухой кожи. Хочу отметить, кстати, что компания не делает косметику заранее. То есть, вы делаете заказ. И вся косметика делается эксклюзивно под вас. Вот. И у меня здесь написано, что все средства сделаны 8 февраля 2018 года. То есть, они вот буквально пару дней назад их только сделали. Сразу упаковали и дата изготовления написана. Сразу упаковали и сразу отправили. Здесь, а вот объем я нашла. Здесь 30 миллилитров. Но флакончик, я вам скажу, такой вместительный. Так. А здесь у нас 265 миллилитров. И здесь 260 миллилитров. Очень интересно. И тут еще есть бумажка. Здесь послание от НАТО Косметик. И здесь, собственно, что. Что я заказала. И в каком количестве. Вот. И, в общем-то, адрес компании. Вот такая посылочка классная у меня была. Надеюсь, вам было интересно. И обязательно смотрите обзор. Потому что средства потрясающие. Они натуральные. И, как я вам говорю, что косметика не сделана заранее. Она сделана специально для меня. То есть, я общалась с менеджером. Я рассказывала о своей коже. О своих каких-то особенностях. И средства все сделаны индивидуально под меня. С учетом всех моих особенностей. И состав подбирался тоже под меня. И я выбирала, допустим, какие масла добавить в состав. Есть косметика, которую делают совершенно эксклюзивно. Под человека. Там можно подобрать по типу кожи. И так далее. Я выбирала уже готовые средства. То есть, ну, название уже они такое делали. И, то есть, косметика. Есть у них состав. Как бы норма, да. То есть, то, из чего они собирают это средство. И вы пишете просто, что вы хотите заказать. И в этот же день практически ее изготавливают специально для вас. Так что, очень хорошая фирма. Ну, и я наслышана, что она довольно высокого качества. Хорошая. Так что, буду тестировать. Вам потом все расскажу. Так что, смотрите обязательно обзор. Будет интересно. Смотрите, какая у нас сегодня обалденная погода. У нас солнечно. Вчера всю ночь, весь вечер валил дождь. Это вчера воскресенье было. Вот. И валил снег огромными хлопьями. Прям такая метель была и сильный ветер. А сегодня вот такая замечательная погода. Вот Алисонька пришла тоже посмотреть. Что тут за погода такая? Вот. Замечательно. Меня радует погода. Чувствуется, что скоро уже весна будет. И будет скоро лето. Так что, надо готовиться. Надо сажать цветы, сеять разные семена. И пошли мы с Алиской этим заниматься.